Время бизнес новостей на телеканале Кубань 24. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу, почему Центробанк разрешил российским банкам отказывать клиентам и когда отечественная торговля будет обязана перейти на новые кассовые аппараты. Теперь обо всем подробнее. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Об этом свидетельствует недавно опубликованный отчет Министерства сельского хозяйства США. По данным на 10 июня наша страна продает за границу 24,5 миллионов тонн пшеницы. На втором месте по объемам Канада, на третьем Соединенные Штаты. Почти за год Россия нарастила объем экспорта на 12,5 процентов, отчитался отечественный Минсельхоз. Сельскохозяйственный год закончится 30 июня. Эксперты уверены, что к этому моменту расстановка сил не изменится. Россия опередила конкурентов впервые в современной истории. К беспрецедентному результату привел рекордный урожай пшеницы в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. Доля этих регионов в экспортных поставках выросла до 85 процентов. Более того, продажа нашего продукта за границу стала более выгодной из-за девальвации рубля. В последние три года объемы поставок наших зерновых за границу только возрастали. Федеральное министерство сельского хозяйства делает положительный прогноз – 106 миллионов тонн пшеницы в этом году. В прошлом году через порты Кубани за границу отправилось 19 миллионов тонн зерновых. Торговлю переводят на новую технику. Госдума России одобрила поправки в налоговый кодекс о переходе на новую контрольно-кассовую технику. Она будет формировать сразу два чека – бумажный и электронный. Данные о расчетах сразу пойдут в налоговую службу через оператора фискальных данных. Перейти на новые кассы добровольно можно до 1 февраля 2017 года. Позже регистрация аппаратов старого образца прекратится. С июля следующего года обновлять оборудование будут те, у кого уже стоят кассовые аппараты. А с июля 2018 их поставят в те точки, которые сейчас обходятся без контрольной техники. Проект избавляет предпринимателей от электронной контрольной ленты и вводит фискальный накопитель. Штраф за расчеты на устаревших устройствах превысит 30 тысяч рублей. За повторное нарушение торговую точку могут закрыть на три месяца. Следить за использованием новых касс смогут и покупатели. Человеку достаточно скачать приложение, сканировать QR-код на чеке и передать данные в налоговую. Приложение проверит, есть ли чек в базе и совпадают ли его данные с информацией налоговиков. С банков сняли ответственность. Центробанк разрешил кредитным организациям полностью разрывать отношения с клиентом, которые приводят сомнительные операции. С момента принятия так называемого антиотмывочного закона банки сами несли ответственность за недобросовестных клиентов и не могли отказать юрлицам в предоставлении услуг. Организация могла прекратить обслуживание клиента, если он уже предпринял не совсем законные шаги. Теперь банк может отказать подозрительному контрагенту, опираясь на разъяснение регулятора. В конце мая появилась идея составить базу клиентов, которые получили отказ со ссылкой на антиотмывочный закон. Пока эти данные получает Росфинмониторинг, но сами финансовые организации ими не располагают. Ассоциация региональных банков России предлагает составить единый кодификатор операций, которые могут стать поводом для отказа, чтобы банки могли опираться на него, а не только на собственную интуицию. Добавлю, что за пять прошедших месяцев прибыль российских банков составила 234 миллиарда рублей. Максимально довольный уровень удовлетворенности российских граждан качеством услуг достиг максимума за последние четыре года. Социологическое исследование показывает, что более 83 процентов россиян довольны отечественным сервисом. С 2012 года эта доля выросла на 8 процентов. Целевой показатель для всех регионов 70 процентов. Субъектов, которые его не достигли, сейчас в стране нет. В Южном федеральном округе почти 80 процентов населения оценивают качество услуг как удовлетворительное и хорошее. Каждый год подобные исследования проводит Российская академия народного хозяйства и госслужбы. Методику анализа утвердила правительственная комиссия. Оценки от граждан принимает и специальный сайт «Ваш контроль», где можно оставить отзыв об уровне сервиса в вашем регионе. К 2018 году 90 процентов граждан России должны быть довольны качеством услуг, которые они получают. Рубль начал неделю с ослабления. Цена на доллар за выходные выросла почти на 1,5 рубля. Новая стоимость валюты 66 рублей 3 копейки. Евро не отстает. Прибавил рубль 20. Новый курс от Центробанка 74 рубля 32 копейки. Укрепление иностранных денежных единиц происходит на фоне очередного провала цен на нефть. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok